Добрый день! Сегодня мы тоже ведем эфир не с репейника, ведем эфир с частного участка. Участок мне на самом деле нравится, но я хочу рассказать немножко свой ход мыслей. Обычно, когда ты, там немножко циркулярка будет, мы сейчас отсюда подойдем, вы просто вот эту картинку запомните, а я буду идти, пока и рассказывать, уходя от пилы. Когда приходишь на участок, я считаю, что сад, да, или как и дом, очень многое может рассказать о владельцах и о хозяевах. Вот эта картинка, которая здесь, это, как правило, типичный участок мужчины, потому что если заказчик, в первую очередь, мужчина, то это, как правило, какие-то крупномерные деревья. Это основная масса хвойных. Ну, просто в подарок судьбы есть, получилось несколько цветочек кустарников. И никогда нет цветов, и никогда нет ярких красок. Ну, кстати, из кустарников это в основном либо гортензия, либо рододендроны. У меня даже, как у продавца растений, есть определенные свои приемы. Когда приходит супружская пара, жена увлечена садоводством, а супруг все ждет, когда же мы отсюда уедем. Нужно подвезти либо к какой-нибудь корейской пихте, либо к рододендрону, и все. И клиенты ваши. Это чисто два типичных мужских растения. И у меня даже был еще один участок, на котором мне не удалось уговорить ни на один кустарник. Вообще ни на один, он состоял на 100% из хвойных. Из хороших, из кальциолных. Это был дорогой сад, но ни одного лиственного растения не было. Ну, может быть, за исключением газона. Вот примерно этот участок, на мой взгляд, именно таким образом и появлялся. Скорее всего, заказчик был мужчина. Он сделал основной костяк. Он построил стены, что называется. Здесь, это, кстати, все тот же участок. Вернее, не тот же, другой участок, но делал Олег Мищенко. Посажена потрясающая береза. Это, кстати, гималайская. Она же полезная. Почему-то садовые центры стесняются называть ее. И питомники продавать под названием гималайская. В основном подполезная. Видимо, боятся, что клиенты испугаются. Но мне больше гималайская нравится гораздо больше. Видно, что посажены деревья костяком. Крупномерные сосны. Сюрени, скорее всего, тоже изначально были запланированы и заказчиком, и дизайнером. И вот эта вот картинка, она была красивая, она была потрясающая. Но это что-то вроде из-за разряда, знаете, построили стены, занесли мебель. Но штор и каких-то вазочек, чашечек, каких-то элементов уюта еще не появилось. И вот видно, что уже в процесс включилась хозяйка дома. На входе появились розы. И это уже совершенно такое более теплое ощущение. Появились гортензии. Достаточно мужские. Ну, на мой взгляд, это такое решение тоже мужское. Остильбы и гехеры. Но появились седумы, появился котовник, появились сибирские ирисы. И вот когда гуляешь по нему, понимаешь о том, что вот здесь будет яркое пятно весной. Здесь будут какие-то изменения летом. Здесь будет что-то очень красивое осенью. Представляете, какие рододендроны. Вы только представьте, как они... Олег, сзади камень. У меня мало того, что слепой садовник, так он еще с задом идет. Поэтому он фактически рискует жизнью. И вот этот вот кусочек, да, он совершенно другой. И я очень люблю хвойные, правда. Это те растения, без которых сад ранней весной, а иногда до середины лета и осенью выглядел бы очень печально. Но и без чего-то цветущих, без цветущих кустарников, без многолетников. Любой сад выглядит, ну, как квартира, без элементов уюта. Все те же мои любимые даурские рододендроны. Они здесь, когда поднимутся и сомкнутся, это будет красивый такой зеленый газон из рододендронов. И я подозреваю, что их здесь будут стричь единым массивом. Очень надеюсь, что сахароцветковый мискантус, все-таки успеет выпустить при нынешней погоде и очень позднем весне и лете, да, успеет выпустить свои потрясающие метелки. Ненавязчиво цветут почвопокровные розы. Здесь нет цветников. Здесь цветы и какие-то многолетники, они реально создают такой некий точечный эффект. И потрясающе смотрятся плакучие березы. Если здесь юнги, то на входе белокитайская. Уверена, что вот этот кусок – один из самых красивых мест в зимний период. На него вид из главной веранды, потому что это, если не ошибаюсь, память Бажова. Вы помните, как она выглядит именно зимой, когда у нее побеги начинаются от ярко-желтого, заканчивающегося ярко-красным со всеми переходами. Седумы, которые будут выполнять роль ковра и закроют со временем свою мульчу. Точно их не было изначально. Ну, может быть, я чуть больше добавила бы почвопокровных, потому что пока кустарники и хвойные здесь раскинутся и займут свою территорию, они со временем выживут почвопокровные. Тем не менее, на год-два можно будет смотреть на интересные яркие ковры из многолетников. С камнями очень хорошо, на самом деле, поработаны. Их, с одной стороны, достаточно много, с другой стороны, они расставлены таким образом, что это абсолютно ненавязчивая идея. Здесь есть два печальных момента, но они не с точки зрения дизайна и не с точки зрения агротехники, а это и из серии так бывает. Допустим, эта сосна, я подозреваю, что она, на самом деле, скорее всего, выкарабкается. Ну, мне бы очень хотелось. Это вот последствия караэда. И это не говорит о том, что она сюда... Она, кстати, не наша, поэтому... Сейчас кто-то скажет о том, что это наша сосна, поэтому я ее защищаю. Нет, абсолютно не наша. Но так очень часто бывает, что при посадке крупномеров растение, естественно, ослаблено всеми своими фибрами своей зеленой души. Оно кричит, ему плохо. У него меняется и запах, оно является в зоне риска и является привлечением и для грибных заболеваний, и в том числе для караэда. Вот в этом году караэд туда зашел, вернее, зашел он, скорее всего, в прошлом году, в этом году он вылетел. Это не показатель того, что растение 100% погибнет, хотя ей очень плохо. Но кое-где у нее заложены почки на следующий год, посмотрим. У нас было несколько выпусков про караэда, где мы рассказывали о том, что это, конечно, ужасно и очень плохо, когда растение подвержено атаке караэда. Но это не во всех случаях, является гарантией того, что у вас растение погибнет. Ну, было бы интересно посмотреть на следующий год, выкарабкается или нет. Ну, я надеюсь, что все-таки выкарабкается. Еще один, кстати, показатель того, что это мужской сад. Там вот сидит скальный можжевельник. Сидит он такой с весны. Я бы на самом деле его убрала, потому что каждый раз, когда я заходила бы, он бы меня бесил, да, как элемент, как какая-то разбитая чашка. Но там внизу есть несколько живых веточек. И это такой тоже мужской подход, когда мужики собираются и говорят, ну, братан, ты же выкарабкайся, да, ему дается еще один шанс. Ну, мужики, если хотите, чтобы выкарабкали, сухую верхнюю часть уберите, до нижней, до живой ветки. Если суждено отрасти, то отрастет. Ну, так вообще я за зеленую автоназию, если честно. Он уютный. Здесь, с одной стороны, участок прямоугольный, с другой стороны, за счет вот этих вот поворотов дорожек, очень много укромных мест. Я вот сюда за сосну зашла, да, и я, опа, я потерялась. Оборачиваюсь назад, и у меня совершенно другая открывается картинка. Здесь много голубики. И для нее, правда, уже, похоже, наступила осень. Вот, но урожай, вот такие вот ягоды, в камеру слепого садовника, может быть, не видно, но ягоды по всем кустам кое-где уже созрели, а кое-где еще только-только набирают свою массу. И для Ленинградской области это очень неплохие показатели. Шары, наверное, все-таки будут подстригать, потому что это в Удварде, открою, для кого-то, наверное, большую, очень сильно удивлен, но в Удварде во взрослом состоянии это 2-3 метра, то есть такой гигантский шар. И побеги, пролеты очень тонкие, соответственно, при снежном покрове они будут разваливаться. А если регулярно немножко их укорачивать, шар становится более плотным и гораздо лучше выдерживает снежный покров. Вот эта зона, насколько я понимаю, судя по очагу, в который вот-вот сейчас врежется мой оператор, это такая зона отдыха. Здесь именно с этой точки раскрывается, вот если по кругу пройти, самый интересный вид на весь участок. И здесь пытались сделать, видимо, прислушаться к женской половине дома, к хозяйке и сделать для нее пряные травы, потому что я там вижу мяту, там вижу мяту. Вот, опять же, как бы голубикой. Я даже представляю эту картинку, да, предполагалось, что вот жарится, готовятся шашлыки или там что там, или овощи запекаются, да, вот где-то рядышком шкварчит чайник, и вот можно там подбежать, да, и сорвать шоколадную мяту, там, по-моему, немецкая мята, захватить горсточку ягод. Но я бы на самом деле вот это мульчу бы убрала и сплошняком засадила бы именно пряными травами и сопом, и коллекцию мят бы сделала, и, может быть, по краю пустила бы тимьян, то есть не оставляла бы здесь мульчу, и даже под голубику бы на какое-то время, а вот как раз что-то почвопокровное запустила бы под голубику, чтобы вот этот вот кусочек был бы не столько лесным, да, сколько именно поддерживал бы зону костра. Вот здесь такая получилась бы абсолютно мужская история, а здесь это была бы абсолютно женская. Это из серии, да, инь и янь сошлись в одном месте. Дракон укусил себя за свой хвост. Или, по-моему, там была еще где-то легенда по поводу тигра и дракона. Кстати, красивая легенда, как образовался инь и янь. Здесь еще интересно, погуляешь, можно три раза пройтись по участку, а участок небольшой, участок где-то соток 15, 12-15, и ты видишь какие-то новые детали. Там скворечник, там, опять же, хоста выскочила из-под камня, вы ее сразу не заметили. Он уютный, он уютный. И через, наверное, года два это будет совершенно другая картина. Ирододендры насомкнутся, и гехеры сомкнутся в единый массив. И, кстати, очень правильное, наверное, решение, когда под массивами хвойных взяты в качестве многолетних растений те же самые хосты, остильбы, гехеры. Вообще, мне кажется, что гехеру незаслуженно забывают, потому что то разнообразие по листве, которое из многолетников имеет именно она, наверное, этим не может похвастаться ни одно многолетнее растение. А главное, с ней, получается, широкие мазки. Ну, наверное, вот сейчас вот по этой дорожке еще раз сюда пройдемся. Вы посмотрите за мной, как меняется вид. Ой, а ко мне вот пошла второй раз, и уже понимаю, что вон там вот камушек, он похож на сердечко. Вон там это какая-то голова какой-то ящериц. То есть этот сад располагает к размышлениям, такой к некой медитации. Здесь можно думать обо всем. Иногда приходишь на сад, в какой-нибудь сад, и понимаешь, что вот этот сад абсолютно успокаивающий, такой для медитации. Вот этот сад, наоборот, будоражащий, и, скорее всего, люди сюда приезжают только на субботу-воскресенье. Или у них такой взрывной характер, и они терпеть не могут тишины, и даже сад кричит. А вот эта вот как раз история, он является фоновым, и он просто подхватывает ваше настроение. В зависимости от вашего настроения вам открывается та или иная картина. Наверное, больше почв покровных, чтобы скорее закрылась эта мульча. Больше пряных трав, зону очага. И он будет идеален. Ну и годик-два для того, чтобы он окончательно разросся, потому что этому саду второй год. А второй год – это не показатель. Получился сад или нет, это третий или четвертый год. Только на третий или четвертый год можно сказать, удалось или не удалось. На этом все. Мы едем в Репейник. До фестиваля осталось три дня. Сегодня вторник, среда, четверг и в пятницу. Мы ждем гостей. И это будет классный праздник. Мы ждем вас. Цепляйтесь. Погнали работать, Олег! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!